всем привет сегодня у нас будет ролик вот в таком вот формате объясню почему потому что в связи с постановлением от 10 октября 2023 года когда львинки продуктом из нее были присвоены кода тэнвэт в российской федерации по крайней мере я с очень оживились люди которые захотели заниматься этим видом деятельности но у них нет понимания если там бизнес если там деньги такие виды продукции такие подводные камни какие особенности и так далее отдельно скажу что и у нас в сообществе очень оживилось обсуждение и очень оживились различные мнения люди высказывают на тему есть там бизнес нету там бизнеса и так далее я бы хотел внести ясность сюда со своей точки зрения я не выступаю что это догма и так далее это мое понимание понимание нашей команды основано на том что последнее время мы нашим видом деятельности которым занимаемся она является это инжиниринг и консалтинг в сфере промышленного разведения черной львинки то есть мы помогаем тем кто хотят заниматься этим видом деятельности даем консультации и второе мы помогаем поставить производства обучить персонал выставить цикл то есть и так далее запустить производство вот много встреч происходит последнее время и в принципе тематика встреч всегда одинаковая и это тоже послужило одной из причин почему я решил записать эти ролики эти ролики почему я сделал их три первые то вот этот ролик он будет такой вводный и мы тут поговорим про муку личинку и так далее второй ролик будет у нас это про зоогумус и третий про жир потому что когда мы говорим про разведение черной львинки давайте понимать три продукта это мука это жир и зоогумус и и бестойность продукции той же муки надо высчитывать исходя из реализации всех трех компонентов да потому что того же зоогумуса получается достаточно много и по некоторым подсчетам у многих чуть ли не самая основная выручка происходит в этой истории но там это другой бизнес это производство и продажа удобрений это другая история и надо это понимать мы опять же проект поговорим в серии про зоогумус я себе небольшую спаргалочку есть накидал когда сильно не готовился поэтому буду рассказывать как я это всем понимаю давайте поехали а какие виды направления черной львинки вообще существуют их всего три это лпх это если вы разводите черную львинку для своего хозяйства у вас там свое уже в свои рыбки в пруду еще где-то и вам надо просто сделать корм хороший качественный линк хороший корм очень классный для своей рыбы для своей птицы то есть у вас конечно у вас там нету вот конечная прибыль формируется уже в готовой продукции в рыбе яйца и так далее вот тогда вы просто экономите корма и получать хороший компонент белковый комбикорма с полезными функциями и так далее так далее здесь производство рассматривается обычно в районе по 200 килограмм личинки в день в зависимости опять же потребности да то есть вашего хозяйства оно чаще всего не требует сертификации ветеринарной потому что но это внутри собственного производства происходит так далее это такая наиболее простая форма мы тоже в этом моменте помогаем как можно вот здесь вы можете кормить личинку как своими отходами хозяйства какими-то там овощными и так далее так и выстроить себе стабильную какую-то рацион стабильный рацион на трудах зерновых там вот вторая форма это небольшое производство муки в районе одной тонны личинки в день чаще всего это на каком стабильном корме вроде отруби зерновые замесом будь санитарных браков от производства выпечки там хлебобулочных изделий печенье и так далее это хорошо разбавляется он хорошо добавляет питательную ценность и стоит дешевле дать ему трубы иногда мы вами но добавлять можно как 10 процентов больше нежелательно потому что там личинка залипает на ту же особенность которые устраивали рациона неплохой вариант на самом деле до места к кормам по трубям вот здесь надо получать высококачественную хорошую продукцию небольших объемах по запросу под конкретного какого-то производителя подскуд или сами производители подскуда ставят себе такие производства как сельевую безопасность и принципе ему хочется получать стабильно себе муку по заказ варьировать объемы в зависимости от надобности и так далее и так далее это в районе тонны в день сразу скажу что это где-то 1000 квадратных метров у вас будет получаться где-то 8 тонн муки в месяц полторы тонны жира в месяц где-то около 30 тонн долгу муса сухого вот и опять же да давайте поймем что 30 тонн в месяц долгу надо купить убивать поэтому не стоит его пускать извини но об этом будем говорить что касается больших производств если вы рассматриваете производство черной винти что в последующем муку поставлять на производство комбикормовые производства другого витаминных добавок и так далее то давайте здесь остановимся подробнее цена цена муки из львинки на сегодняшний день при всех ее положительных свойствах при всех ее там при биотических качествах уменьшение ну все что есть научная работа на сегодняшний день она улучшает конверсию кормов тем самым снижает потребление кормов выживаемость молодняка там пара 5 и так далее так далее повышает иммунитет производители кормов не будут рассматривать этот продукт по цене выше чем высококачественная рыбная мука просто это надо признать для россии мы сейчас считаем производство большое там мы заложили 240 тысяч за тонну ндс российских рублей то есть это по цене хорошей качественной рыбной муки и производители кормов готовы работать большими объемами по такой цене и гарантировать прям сбыт для производства подобного вот видите она будет по такой цене вот и вводить ее будут рассчитывать и будут где-то наравне с рыбной мукой там пропорции и так далее она сама не должна испугать потому что давайте смотреть сразу глаза производители кормов свою дельту закладывают и считают и очень внимательно не такая большая на самом деле и каждая копеечка там имеет смысл вот поэтому надо очень внимательно к этому относиться чтобы был венгин и чтобы все понимали что это будет реализация и сбыть и далее выстраивать экономику и финансовую модель производства исходя из таких сумм до возможного с кем-то может быть чуть дороже это но скорее индивидуальный вот теперь что касается давайте поговорим здесь про на чем можно выращивать львинку в больших объемах все очень сильно активно хотят перерабатывать отходы то есть прям очень пушится эта тема прям очень это все хайпово давайте остановимся на тему подробнее есть три вида отходов первое это отходы там супермаркетов да пищевые отходы здесь история в чем есть кейсы на рынке на сегодняшний день американские африканские европейские где настроена бизнес-модель по переработке отходов первое это в первую очередь производства по переработке отходов она должна быть сертифицирована подобным образом иначе вам никто эти отходы не поставит ну за исключением там левых систем второе отходы супермаркетов это чаще всего упакованные отходы их надо распаковывать и так далее и как показала математика цех по переработке отходов это прям другой бизнес по распаковке подготовки отходов он занимает чуть не больше чем 50 процентов от общего бизнеса трябок отходов врачи личинки получение вот ну и правде в глаза глядя мы насколько узнавали и общались супермаркеты просрочку куда-то отдают где она продается по второму кругу особенно в россии в этот рынок войти там все продается остается какие-то вообще внимание истории так далее так далее это ну не рабочая схема чаще всего вот вторая история это овощные базы которые занимаются приемом рекламации от тех же супермаркетов овощи и фрукты подвинившие когда там схема примерно та же самая все обрезается запускаются бабушки они все выгребают там ничего не остается никто вам эти отходы не отдаст потому что там в деньги вот третья история это овощные склады большие овощные базы да там имеет место быть это большие объемы будут у вас в сезон когда выгребается вся остаточная история перед загрузкой нового урожая это большие объем это геморрой это геморрой переработка отходов давайте сразу смотреть что у вас бюджет увеличивается колоссально сразу расходная часть колоссально сразу ничего там сильно сэкономить если это не датируя на истории если вам не платят за эти отходы и внушительные деньги там индивидуально считать по продукту ну и плюс вы все время кормить разным продуктом у вас будет разный состав по большому счету не имеет значения найдет как у рыбной муки рыбная мука на сегодняшний день вообще оставляет желать лучшего в большинстве своем поэтому в принципе это будет но конкурентоспособный качественный продукт вот для переработки отход ну для производства вот кормов для сельскохозяйственных животных вам потребуется минимальный объем 5 тонн личинки в день это где-то 10,5 тысяч квадратных метров площадей по нашей технологии с учетом там сам пропускников и так далее и так далее это будет у вас где-то 42 тонны муки в месяц это будет у вас количество жира достаточно изменяемая это будет в районе 200 тонн гумуса сухого я бы тоже не скидывался счетов 200 тонн гумуса в месяц надо понимать куда девать или вы находите того кто производит удобрение ему отдаете это как сырье но это мы об этом поговорим в разделе вот если мы говорим про одну тонну в день то это 1000 квадратных метров это где-то будет 8 тонн муки полторы тонны жира 30 тонн гумуса и где-то 150 тысяч долларов вложений это мы говорим про вложения без здания без ремонта только оборудование оборудование цехов инвентарь какие-то там истории то есть внутри производственные затраты вот без оборотов вот что еще хотел сказать но в заключение хотел бы да уделить внимание теме автоматизации после сети вот все круто на больших производствах ставить автоматизации но это в разы увеличивает бюджет вам позволительно на сегодняшний день эти решения в мире потрясающе можно все автоматизировать там компьютерным зрением и так далее ну на разных стадиях можно автоматизировать кому-то дешевле люди выходят кому-то дешевле выходит полная автоматизация индивидуальный подход можно и так и так делать главное соблюдайте цену муки рыночную и предварительные видите договоренности с потребителем сбыт самое главное здесь быть не будет бизнеса пока вы не договоритесь о сбытии вы озвучили цену вы озвучили потенциальный объем вы дали образцы интересно покупателю и тогда вы можете планировать какой-то бизнес не закладывайте всю себестоимость на муку потому что как показывает практика другому ведет большую часть юрочки при грамотном использовании при понимании что вот на этом я бы закончил первую серию дальше мы поговорим с вами серии про звук